Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня мы с вами начинаем вязание кички микли. Не скажу, что это сложная конструкция, но очень интересная, надеюсь, что вам понравится. Итак, задача сегодняшней части подобрать нитки. Мы будем вязать их с трех цветов. Видите, розовый, красный и зеленый. И задача не только подобрать ниточки, но и связать расчетные образцы. Придется вязать три образца, потому что наше изделие будет состоять из трех разных видов рисунков. У нас будет гладь, у нас будут фанги и у нас будет резиночка. Поэтому сейчас первым делом мы подбираем плотность для каждого узора. Я буду вязать из сланинской пряжи, которая нам предоставлена для проведения марафона. Это белорусская пряжа. Состав у нее 30 шерсть, 70 пан, 200 метров в 50 граммах. Роза, фисташка и фламинго. Вот три ниточки. Заодно мы испытаем, как они ведут себя на машинке, потому что они изначально сложены из четырех ниток. Выбрать нельзя. Вот такое вот сложение. Есть еще толще. Но толще нам не подходит. Это самый тонкий вариант. Мы поэтому и выбрали в четыре ниточки. Состав хороший. Очень приятно на ощупь. Ощущение от пряжи самое-самое приятное. Посмотрим, как мы будем из нее вязать. Итак, сейчас я беру любую, абсолютно любую из этих ниток и начинаю делать петельную пробу. У меня их будет в три образца. Резинка. Что касается резинки. Поскольку у меня машина двухфантурная, я могу вязать на двухфантурах. Резиночка самая простая. Там будет буквально несколько столбиков. И если вам лень, если у вас однофантурная машина, в принципе, вы можете этого не делать. Ну, поскольку изделие небольшое, можете пару дорожек пустить и распустить петельный столбик и поднять его руками. Это несложно. Тут не будет много подъема. Нет. Буквально пару дорожек. Если есть две фантуры, вы можете спокойно вывезать на двухфантурах. Будет отлично. Фанговый узор я вам сейчас покажу. Кулирка. Ну, кулирка она сама по себе кулирка. Поэтому, прежде чем мы вяжем образцы, мы подбираем плотность. Я плотность уже подобрала для себя. На Silver Reed 840 у меня будет семерочка на кулирку. И на фанге семерка с двумя точками. Потому что большое количество накидов в машине вязать тяжело. И когда у нас идут накиды, лучше порыхлее делать вязку. Все. Пойдем вязать наши образцы. Поскольку изделие у нас небольшое, я провязала 30 петель, 30 рядов. На Silver Reed 840 седьмая плотность. Вы подбираете ту пряжу, ту плотность, которая вам нравится. Должно быть достаточно мягко и не то что рыхло, но свободно. То есть дубовую пряжу, дубовую полотно вязать не надо. Я провязала кулирку. Сейчас я провяжу резинку. Ну, не могу не воспользоваться второй фантурой, раз уж она у меня есть. Резинка, еще раз предупреждаю, будет очень нечастая. Поднимаю. Так, сейчас поставлю нить и водитель в нитку сразу. И поднимаю фантурой. И просто перекидываю, там, раз, два, три, четыре, каждую, я не знаю, третью петлю. Каждую четвертую. Потому что часто резиночку делать, ну, ни к чему. Тут не самоцель. Резинка тут, главное, небольшой рельеф. Вот. То есть мы делаем небольшой рельеф для, просто для активного, ну, для украшения. В общем-то, больше ни к чему. Количество, если вы плотность не меняете, количество рядов у вас останется такое же, как на предыдущем образце. Нам надо просто уточнить, насколько более стянуто или рыхло будет полотно в ширину. Только ради этого я провяжу, причем не 30, а 20 рядов. Мне это вполне устроит. Так. Семерка, семерка. Плотность менять не буду, потому что тут, в принципе, ничего не меняется. И 20 рядов провязываю. Провязываю. Так. С этим закончили. Сейчас я провязываю брусовой ниткой. И там, чтобы разделить вязание. И будем с вами вывязывать фанги. Наш третий образец. Фанговый узор. Фанговый узор представляет из себя иглы в переднем положении, которые собирают на себя накиды. Накиды образуются именно за счет того, что игла стоит впереди. Каретка проезжает и на петлю набрасывается нитка. И получается накиды. На машину с нитеводом обязательно включать рычаги частичного вязания. Если машина у вас ручной прокладкой, делать ничего не надо. Наш узор представляет из себя... Я показываю сейчас однотонным цветом. Одним цветом. Представляет из себя разбор игл, при котором у меня игла в переднем положении, три иглы в рабочем. Одна в переднем, три в рабочем. Одна в переднем, три в рабочем. Вот такой разбор. Вы можете попробовать сделать поуже, то есть две иглы в рабочем, одна в переднем, две в рабочем, одна в переднем. Но тогда у вас будет более узкое, более тугое полотно. Смотрите, пробуйте, как вам больше понравится. Количество накидов. Моя машина, Silver Reed, конкретно вот этот, берет четыре. Пять, шесть он уже не может. Уже начинает рвать, мять и сбросать. Машинка не во два. Меня берет... Ну, был такой, что она не самую толстую нитку. Двенадцать накидов сделала. Поэтому все зависит от машинки. Чем больше накидов, тем более рельефный, более симпатичный будет узор. Ну, четыре, в принципе, достаточно. Плотность. На кулирке у меня седьмая плотность. На фангах, поскольку здесь накиды, здесь нужно все-таки давать возможность машинке провязать. У меня стоит семерка с двумя точками, то есть практически восемь. На единицу больше. Рыхлее. Ну, тут тоже делайте подбор плотности, прежде чем образец вязать. И посмотрите, как ваша машинка справляется конкретно с этим узором. Не обязательно этот узор. Не обязательно. Можете брать любой другой узор. Я просто рекомендую вам именно этим узором воспользоваться. Итак, рычаги частичного вязания включены. Машинка иглы в работу из переднего положения не забирает. Все время отслеживайте иглы впереди, чтобы они не вставали в работу. И четыре ряда. Все, больше машина не сделает и заставлять ее не будет. Закрываю все язычки линейкой. Зачем я это делаю? У меня пряжа состоит из четырех слоев. И если я не буду язычки поднимать, эти слои, язык втыкается в эти слои. Тогда я опускаю иглы в среднее положение. Поэтому я просто закрываю и все. А оставлю в переднее следующую за иглой с накидами. Вот она. И у меня все равно игла в переднем, три в рабочем. Игла в переднем, три в рабочем. Так и будет получаться постоянно. Проверяю, что игла встали в переднее положение. Провязываю четыре ряда. Закрываю язычки. Опускаю иглу в среднее положение. И достаю следующую с правой стороны иглу. Если вам удобнее идти влево, идите влево, тут разницы никакой нет. Влево, вправо. Главное все время в одну сторону. То есть вы вот так вот уходите, уходите, уходите в одну сторону. Никаких особых нюансов, никаких особых тут непонятностей и сложных действий нет. Все время выполняем одно и то же действие. Мы сдвигаемся на один шаг. Каждые четыре ряда. Ставим иголки в среднее рабочее и достаем в переднее положение следующую с правой стороны иглу. Все. Проверяю, что эти иглы встали в переднее положение. Никакая из них мне в работу не пойдет. И провязываю еще четыре ряда. И так далее. Вот такой этот образец. Вот они, отлично видны эти накиды. Четко уходящая дорожка, очень симпатично смотрится. Плотно и хорошо держит форму. Вот такой образец вы делаете. У меня, поскольку деталь будет, ну мы вяжем на куклу, однозначно детали уже небольшие. И образец я не буду делать большой. Как кулерка была 30 на 30, так и здесь я сделаю 30, ну здесь на 40 рядов, потому что 28 на 4 не делится. 30 на 4 не делится. На 4 делится 40. Поэтому провязываю 40 рядов. И будем смотреть все наши образцы, смотреть, что у нас получилось. Вот три образца, которые у нас должны получиться в результате работы. Первая часть марафона состоит из трех образцов. Присылайте фотографию и считаем домашнее задание выполненным. Итак, фанги, видите, с одной стороны они гладкие, с другой у нас есть рельеф, резиночка и обычная кулирка.